Я обещала рассказать вам все о таком персонаже, как Спринг Бонни и следующей его версии в виде Спринг Трапа и Скроп Трапа. Так что давайте начнем! Всем привет! Сегодня я решила начать такой вот проект, где я буду рассказывать о эволюции персонажей ФНАФ, а также персонажей других вселенных. Решила я начать со своего самого любимого персонажа ФНАФ, это конечно же Спринг Трап. В самом видео я буду говорить в основном только о его внешности, ну а также о некоторых его способностях и истории. А мы начинаем! Спринг Бонни! Своё начало этот персонаж берет именно с версии аниматроника Спринг Бонни, также известного как Золотой Бонни. Судя по ФНАФ Ворду, по аниматроника женский, что объясняет ресницы. В данный момент вы видите её версию из фан-игры, которая рассказывает о альтернативной вселенной. Так что эта Спринг Бонни не та, которая в игре, но я взяла её как пример, потому что она красивая, а вид реальной Спринг Бонни нам, к сожалению, нормально не показали. Спринг Бонни является аниматроником костюмом. Мы можем наблюдать её в действии в мини-игре ФНАФ 4, где Уильям одевает этот костюм на аниматора. Также мы её наблюдаем в мини-игре в третьей части, где её надевает Уильям. И в мини-игре шестой части, где Уильям собирается убить Сьюзи, именно в этом костюме. Давайте поговорим о внешности. Это золотой кролик в виде костюма ростом с человека, а в виде аниматроника слегка выше, не два метра, как некоторые думают. Именно где-то, ну, метр шестьдесят тире метр девяносто. Имеет галстук бабочку фиолетового цвета и чуть ниже пуговицу. Не очень толстая, как Бонни из первой части, и не очень худая, как, скажем, Балора. Груди не имеет. Единственный признак женственности – это ресницы. Цвет глаз зелёный. И опять же повторюсь во ФНАФ Ворде. Она отмечается как персонаж женского пола. ФНАФ Ворд – канон, но не сюжетный. Так что не спорьте в комментариях по поводу пола Спринг Бонни. Так вот, история персонажа. Её используют как аниматроника и костюм в закусочной у Фредбера, управляемый Генри. После смерти кушаного мальчика её наверняка уничтожают. Вторую её версию, а именно точную копию, уже использует Уильям для того, чтобы привлекать и убивать детей. Также она вскоре теряет часть своего правого уха. После этого, уже из-за старости или же специальной поломки, она убивает в себе Уильяма. Спринг Трап После смерти Уильяма, в Спринг Бонни уже автоматически меняет себе имя на Спринг Трап, что означает пружинная ловушка. После этого костюм становится одержимой душой Уильяма, а само же тело убийцы начинает медленно гнить. Что в итоге привело к частичному гниению костюма и прочим неприятным факторам. Но из-за атмосферы в комнате, а именно низкая температура, вечная темнота, замкнутость пространства. Что предотвращало попадание в комнату насекомых, свежего воздуха, влажности и прочего, что способствует скорейшему гниению человека. Так к чему я все это вам рассказываю? А это как раз объяснение, почему через 30 с лишним лет у Спринг Трапа остались части плоти Уильяма. Я больше склоняюсь к тому, что он в большей степени засох или по-научному мумифицировался. Поговорим о внешности. Из-за долгого гниения костюм потерял свою былую окраску, и он стал грязно-желтого цвета. На костюме появились очень много дырок, через которые было видно эндоскелет, провода и насаженные на эндоскелет внутренности. Дырки присутствуют везде. Голова, руки, уши, ноги, торс, грудь, спина и так далее. Галстука бабочки больше не было, а глаза перестали быть зелеными, и сейчас они стали светиться тускло-голубым или же серым цветом. Хочу заметить, что глаза у Спринг Трапа именно от эндоскелета, а не у Уильяма. Также помимо уха отсутствуют некоторые пальцы и лапы Спринг Бонни. А когда Спринг Трап открывает рот, то там виднеется голова Уильяма, насаженная на эндоскелет, которая все еще остается покрыта плотью. Теперь поговорим о внешности внутри. Эдоскелет с нанизанным на него человеком. Жаль, у меня только такой вот эндоскелет Спринг Бонни, он фанатский, но в общем, по сути, он выглядит не так, но как пример взять можно. Но смысл в том, что голова аниматроника Спринг Бонни сейчас в голове Уильяма. Это можно понять по глазам и штырям, которые мы видим во рту. И несложно догадаться, что в этом рту есть рот самого аниматроника. Хочу заметить, что аниматроник пытается говорить, но у него это плохо получается. Дело в том, что он говорит при помощи голосового модуля Спринг Бонни. Но из-за присутствия там кусков плоти Уильяма и старости механизма, то становится понятно, почему он не может нормально говорить. Если говорить о способностях аниматроника, то он может подчинять себе призраков, создавать своего клона, а также делать помехи на камерах и ломать приборы. Если говорить о слабостях, то он бежит на любой детский смех. Именно при помощи этого мы отгоняем его подальше от себя. История. Пролежав 30 с лишним лет в комнате, он выходит наружу, а именно в Фазберг Фрайт. После недолгих 5 лет похождений происходит пожар. Но Спринг Трак переживает его и выбирается. Спринг Трак после пожара. Нам его показали совсем мельком, так что я могу точно сказать только о нем немного. Некоторые дырки у него исчезли, видимо, из-за высокой температуры. Они каким-то образом слились. Его глаза стали больше вылупляться, что говорит о том, что после пожара его костюм немного осел и голова стала немного меньше. Также видно, что большая часть плоти пропала, что говорит о том, что она сгорела при пожаре. После этого Спринг Трап отправляется в свое путешествие. Скраб Трап. Или же самая худшая версия Спринг Трапа. Тупо редизайн, непропорциональная хрень, тощий хер, афтон. И в общем, начнем. Мы его видим уже в шестой части, где он кардинально изменился. Да, Скотт реально постарался над редизайном этого персонажа. Что я даже немного охренела, когда впервые его увидела. Но это видео о нем. И мне придется это сделать. Найти логическое объяснение всему редизайну. Перед тем, как начать, хочу показать вам мой фотошоп. Он был сделан для того, чтобы понять, какие есть различия у оригинала и редизайна. Первое. Сравнение Спринг Трапа и Скраб Трапа. Сразу видно, что Скраб Трап вообще не имеет пропорций. Голова больше, тело меньше. Это если учитывать, что я сделала их почти одинакового размера. Но это капец страшно. Второе. Я сделала пример, как изменился Спринг Трап, учитывая редизайн. Заметьте, я подогнала помежуточного Скраб Трапа под пропорции Спринг Трапа. Изменения в итоге минимальны. И мы это видим. Третье. Сравнение подогнанных персонажей с редизайном. Учитывая размер головы, если там и Уильям, то он явно был карликом. Так что я сломаю эту теорию еще раз. Четвертое. Я подогнала Скраб Трапа под нормальные пропорции. Именно это мы и будем смотреть. Так что вывод очевиден, что редизайн задел только дырки, разломы и толстоту Спринг Трапа. А в основном это один и тот же персонаж, и мы это прекрасно видим. Как мы знаем, прошло очень много времени с тех пор, как он сбежал из Фазбер Фрайт. Оказавшись на улице, на свежем воздухе, он окончательно догнил. И в итоге у него остались только кости. Плоти отныне уже не было. А костюм слегка очистился и стал слегка более золотым. Ну это, конечно, учитывая, что он был на улице все это время. Из-за влажности и прочих внешних факторов, таких как дождь, он вполне мог хоть немного, но очиститься. Потому что представьте, что он не мылся лет 40, и это вообще капец. Теперь поговорим о его внешнем виде. Как мы видим, его костюм окончательно состарился и полностью осел на Спринг Трапе. И вся его полнота просто исчезла. Именно поэтому его торс, что изначально был разломан выше, отпустился. И начало казаться, что там разодрано совсем чуть-чуть. А вы поднимите этот костюм, сделайте его снова таким же толстым. И увидите, что ничего особо не изменилось. Но хочу заметить, что плечи костюма полностью отпали. То же самое произошло и с головой. Она практически полностью осела на черепе Уильяма. Костюм просто обволок череп Уильяма. Что как раз и выделяет его нижнюю челюсть. Кстати, насчет нижней челюсти. Эти зубы, которые так многие любят называть клыками, ничто иное, как шурупы, на которые были насажены зубы. Насчет верхней челюсти, как я уже сказала, костюма села и получилась такая забавная форма челюсти. И все зубы, за исключением двух передних, полностью отпали вместе с шурупами. Об этом говорит как раз тот фактор, что от верхней челюсти практически ничего не осталось. Глаза все так же остались такими же. Но опять же, те штуки, что мы видим в глазах Спрингтрапа, изначально вот они отпали. На лбу появилась огромная дыра. Также правое ухо полностью потеряло свою внешнюю оболочку. Оставив на виду только эндоскелет. А левое ухо тоже начало уже крошиться. У Спрингтрапа отсутствует левая рука почти наполовину. За исключением того, что руку продолжает острый отросток эндоскелета. Заметьте, что теперь эндоскелет стал белым, как его кости. Ну и самое такое интересное различие это лапки, которые у него появились сами собой. То, где он их достал, так и будет оставаться загадкой. Потому что, сделав редизайн, Скотт не удосужился объяснить некоторые детали. Кстати, хочу заметить, что многие кричат, что это невозможно. Я про лапки. Что нигде он не мог их надоебать. Ну, когда вопрос доходит до Эйнарда и его маски, то отвечает, что где-то он там ее взял. А почему же это не может быть со Спрингтрапом, а? Расизм, что ли? Или вы считаете его тупым, я понять не могу. Или вы просто не хотите признавать, что вы неправы. Так что вот, как он выглядит внутри. К сожалению, я не нашла картинку, которую выкладывал Скотт с тем, как внутри выглядит труп Скоптрапа. Но я расскажу на словах. У него появились ребра, но они какие-то нечеловеческие. Почему? Ну, потому что я знаю анатомию человека и могу в точности сосчитать вам все ребра и сказать, какие из них ложные, а какие прифигарены к вашей грудной клетке. Так что в ребрах я разбираюсь, как в своих пяти пальцах. Так что вот, как по мне, это ребра эндоскелета. Или же, как проще сказать, то, на чем держится тело аниматроника. Ребра самого аниматроника другие. А это типа оси. Если вы заметили, то у челюсти добавились зубы и причем ровные. А также губы. Но это не челюсть Уильяма. Это челюсть эндоскелета. Челюсть Уильяма уже давно отпала из-за отсутствия плоти, которая ее держала. Если мы посмотрим на него, если мы посмотрим на его эндочелюсть, то мы видим, что она до сих пор скреплена проводами и те уходят вглубь черепа. И прицеплены уже к голове Спрингбони. Да, это не плоть, потому что плоть не идет слоями, похожими на провода. Поверьте мне. Почему эндоскелет стал белым? Он просто начал ржаветь. Но другой ржавчиной, белой ржавчиной, ну, я думаю, такое бывает, но я думаю, такое бывает, да. Я видела много видов ржавчины, но, в общем, да. Он белый, эндоскелет именно из-за ржавчины. Ну так вот, он смог говорить. Как по мне, он научился это делать независимо от модуля, ну, как Баллора. Либо же при помощи модуля, который очистился от плоти, что уже многовероятно. Ну что ж, по-моему, я все объяснила. История его такова, что он полностью сгорает в шестой части. Шэдоу Спрингтрап. Его мы наблюдаем в мини-игре третьей части. Внешность такова. Это Спрингбонни фиолетового цвета, со светящимися глазами и зубами. Глюкнутый, но все же он. По сути своей, это призрак Уильяма, который имеет форму Спрингтрапа. На этом все. Спасибо за внимание. И обязательно делитесь этим видео. Я продолжу эту тематику, а именно эволюцию. Именно если это видео будет популярным достаточно на моем канале, не будет набирать 400 просмотров за неделю, ну, я думаю, вы поняли. Так что, пока! Субтитры сделал DimaTorzok